Здравствуйте, уважаемые друзья! На одной из рыбалок была изготовлена вот так, на скорую руку, собирательный образ мушки и веснянки, и паденки, и стрекозы, и непонятно чего. Она уже неоднократно побывала в зубах и в пасте рыбы, поэтому слегка потрепанная, но не побежденная. Хочу с вами поделиться этим вариантом, может пригодиться. Хорошо, в зависимости от величины крючка, берет красноперка, платва, голавль. Крючок я беру в шестой-восьмой номер, изначально для того, чтобы была возможность отсеять нежелательную мелочь. Вы выберите для себя, какой вам будет необходим. Понадобятся для вязания нам остатки перьев, которые я вот с кончиков подобрал. Если у вас нет, можете вырвать с любого скальпа, который вы подберете. Цвет несущественен, но нам необходимо будет хотя бы вот такое одно перышко для сухих мушек, которое будет у нас для ножек. С курицей уже не годится, потому что должно быть перо сухое. Давайте приступим. Нанесем капельку клея на цевьё. Нить я беру порядка 6-0. Вы можете использовать любую, какая будет для вас удобна. Здесь уже несущественно. Плавучесть мушки хорошая, несмотря на то, что используется перо, немножко неподходящее для этой мушки. Промотали цевьё. Не доходим приблизительно немножечко до края загиба. Останавливаемся на уровне жала. И примерим сразу те перышки, которые у нас есть. Как они будут смотреться на нашей мушке в качестве крылышек. То есть, насколько мы будем удлинять или укорачивать наше цевьё. Вполне достаточно. Особенность этой мушки заключается в том, что она за счёт своих крылышек и ёршика, который имитирует лапки, достаточно хорошо держится на воде. Мы повторим окрасочку тех насекомых, которые обитают у нас. Это вот приблизительно близкий, но будет использоваться блестящий вот такой вот даббинг. Если у вас нет, можете использовать любой даббинг, который потом обязательно надо будет пропитать флотантом. Чтобы наша мушка не тонула. Я беру немного светлого, близкого к оливе оттенок и до уровня груди формирую небольшое тело, которое будет немножечко у нас к грудке расширяться. Вот мы прошли совсем немножко этим цветом. Возьмём теперь цвет немножечко потемнее, совсем немножко щепотку. Останавливаемся, приблизительно промотав две трети цевья. И теперь выбираем, какое пёрышко мы слева, какое справа, потому что каждое перо имеет свой изгиб. Если по каким-либо причинам у вас не удалось подобрать пёрышки необходимой формы или, допустим, длины, ребята, я в одном из фильмов показывал, как изготовить крылышки самому, используя обыкновенную картоночку. Вот я приблизительно вот так взял, подобрал два крыла, сложил сразу и подбираю их длину. Меня вот такая длина вполне устраивает. Укладываю сверху сразу два пёрышка и их подхватываю. Но так, чтобы у меня они находились строго сверху и не было возможности у них прокрутиться. Почему я не общипываю? Потому что удобнее работать, когда перо находится в таком лохматом положении. Если есть необходимость, можно подтянуть, подровнять. И теперь, для того, чтобы более качественно закрепить моё перо, я беру уже окончательно, развожу свои крылышки, как они должны у меня стоять. Вот приблизительно вот так я хочу, чтобы у меня находились мои крылышки. Можно обматывать сразу ниткой, закрепив и те перья, которые будут попадаться, а потом их отрезать. Но я обычно всегда, если для вас, я покажу способ, который более приемлемый для начинающих. Возьмёте капельку клея на место крепления. Капнули. Подождите 3-5 минут, пока наш клей прихватит наше перо, которое находится вот в таком положении. И вы будете продолжать вязать мушку дальше. Но, учитывая то, что времени у нас нет, формат видео тоже ограничен. Я в месте крепления промотал. Теперь беру аккуратно каждое перо в отдельности, никуда их не перегибая, начиная отрезать ближнее и дальнее. Вот я удалил с осью, те перья, которые у меня есть. Теперь, чтобы сильно они мне не мешали, хотя можно их также будет промотать у цевья, все равно я их удаляю. Грудка, как обычно, у нас несколько темнее, поэтому для того, чтобы мне начать грудку, вот мы должны на вот этом маленьком кусочке, который у нас составляет 1 третью часть нашей мушки, должны сделать грудку и закрепить наше перышко. Поэтому вот до этого момента, где я обрезал остатки перьев буквально 2-3 миллиметра, я промотаю более темным, вот таким тоже блестящим даббингом. Если по каким-либо причинам у вас нет такого даббинга, возьмите перо павлина. В данный момент я показываю расцветку той мушки, которая уже проверена в наших водоемах, на нашей широте, и я могу уверенно сказать, что поимка рыбы для вас гарантирована. Только будьте добры, не забывайте ее отпускать. И берем наше перышко, которое я подготовил. Вот оно где-то приблизительно рассветки браун, и вроде бы баджер немножечко. Подберите для себя, можно использовать белое перо, чисто браун коричневое, то, которое у вас будет. Но основной проблемой для вот такого типа перьев, которые мы берем с шеи петуха, это достаточно толстая ость, и неудобно с ней работать. Для того, чтобы было более удобно крепить, и наша ось не вырывалась, я обычно беру вот такой инструмент, утконосы, слегка придавливаю свою ость пера, к которому буду место крепить, и креплю его здесь же. Направление обороток вы можете выбирать для себя, как захотите. Хотите ершик, пусть идет в сторону колечка, хотите в сторону загиба. Это уже не столь существенно, и не имеет большого значения. Но количество оборотов должно быть достаточное для того, чтобы наша с вами мушка не опрокидывалась, потому что у нас только лишь за счет ершика и натяжения поверхностной пленки воды вот наши крылышки будут держать нашу мушку. Теперь я возьму, удалю эту нить, так как буду использовать уже нить для формирования головки несколько другого цвета и тоньше. Здесь нам утяжелять уже мушку нежелательно. Закрепили, остатки отрезали. Для крепления самой грудки расцветки можете использовать, я как-то экспериментировал, более яркие цвета. Тоже достаточно хорошо работает. Оранжевый, желтый. Смотрите, сочетание, допустим, какое у вас есть в ваших насекомых. Закрепили нить, промотали немножечко, остатки удалили. Что у нас остается? Выбор для загрудкой. Я обычно всегда стараюсь возле крыла еще чуть-чуть добавить вот этого темно-зеленого или же павлиньего цвета, даббинга, а уже ближе к колечку сделать несколько яркое, для того, чтобы у меня как бы лапки находились уже в расположении самой грудки. Вот так, как вы видите. Хорошо обмотали перо, подмотали, оставили вот в таком положении. И здесь можно добавить уже более светлый, более темный, такой, как вы захотите. Вот у меня имеется еще более вот такой красноватый оттенок. Я его добавлю совсем-совсем немножечко, так как головку мы все равно будем с вами изготавливать черным цветом. Можно грудку домотать и до конца, до колечка, используя вот этот даббинг. То есть здесь это не так существенно. Вот приблизительно вот так. Не доходим до колечка, буквально несколько миллиметров. Оставляем место для крепления пера и для формирования нашей головки. Так как длина пера у нас недостаточная, я пользуюсь всегда, если есть возможность, перодержателем. И начинаем выполнять обмотку. Аккуратненько следим за тем, чтобы не подминались наши бородки. Стараемся выполнить хотя бы три оборота для того, чтобы была достаточная площадка для опоры нашей мушки. Вот у меня вышло как раз аккурат четыре хороших полных оборота. я выполню еще один пятый. И вполне достаточно. Удерживаем наше перо и крепим. Пару-тройку оборотов будет достаточно. И как обычно, меня просто просили более подробно рассказывать, почему именно я делаю так. Я беру вот у меня обыкновенная даббинговая игла, изготовленная из остатков ручки. Померяю, подходит у меня, подходит по диаметру. У нас возникает проблема в том, чтобы вот здесь не было. Была более красивая сформированная головка. Поэтому, прежде чем ее выполнять, мы должны с вами раза два, три вот так выполнить накидных петель для того, чтобы бородки, пера наши вот так убрались. Если у вас, допустим, есть желание, пожалуйста, можете приобрести, продается в интернет-магазинах специальное приспособление для того, чтобы формировать головку. Но я обычно пользуюсь обыкновенно, если уже в этом у меня возникает необходимость, я беру обыкновенную картонку, я уже неоднократно показывал в своих фильмах. Вот просто изготавливается с прорезью. Она мне абсолютно не мешает, допустим, вот так одели на колечко. Одели на колечко и выполняем наши обороты. Все, мы с вами достаточно уже закрепили наши элементы. Теперь отрезаем наше перо и формируем головку. Как вы видите, друзья, я немножечко капнул лака на головку, сильно не усердствую. И наша вот такая симпатичная мушка сухая, которая с успехом ловит, как я уже говорил, головля в зависимости от величины красноперку. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! До встречи! До встречи! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова